Глава тридцатая Второй книги про Липоменон И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма послал к Ефрему и Монасии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царя-князя его и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не осветились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию, и определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле, Израильской и Иудеи, и по повелению царя говорили, — Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама Исаака Якова, и он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу, и приходите во святилище его, которое он осветил навек, и служите Господу Богу вашему, и он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их, и возвратятся в землю свою, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему. И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Монасийной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из Колена Осирова, Монасийна и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим, и над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господню. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное. И встали, и не спровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток кедрон. И закололи пасхального агнца в четырнадцатый день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли всесожжение в дом Господний. И стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левитов заколали пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Монасийна, из Сахарова и Заволонова, не очистились, однако же они ели пасху не по уставу. Но Езекий помолился за них, говоря, «Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Езекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздника пресноков в семь дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для словословия Господа. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу, и ели праздничные семь дней, принося жертвы мирные и славя Господа Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие семь дней, и провели эти семь дней в веселье, потому что Езекия царь Иудейский выставил для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся тысячу тельцов и десять тысяч мелкого скота, и священников уже осветилось много. И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской и обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, царя Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса. Спасибо. 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 Спасибо.